Ребят, всем здравствуйте! С вами проект Артендер. Это канал о том, как смешивать всякие разные напитки. И не только об этом, мы еще рассказываем о всяких алкогольных и безалкогольных напитках. О том, как их можно использовать, какая между ними разница. Обязательно прошу вас подписаться на этот канал, поставить колокольец. Это мотивирует нас для того, чтобы снимать больше, чаще и интереснее. А еще, конечно, обязательно переходите в наш телеграм-канал. Там всякие бартендерские новости, там нетворкинг, там можно найти работу, Там можно пообщаться с единомышленниками, спросить совет у меня, у Кости, у всех нас. И, в общем, даже можно рассказать что-то о своем баре, чтобы мы в своем телеграм-канале уже на 5000 человек опубликовали эту новость. То есть вы станете чуточку известны и, возможно, о вас заговорят, если вы забыли что-то интересное. Сегодня у нас видеоролик, который звучит как «Почему Маргарита стоит так дорого?». Маргарита – это замечательный коктейль, который делается на основе текилы, апельсинового ликера и лаймового сока. Еще там на кромку, значит, накидывают соль. Это обязательная, необязательная-опция. Значит, почему она стоит дорого? Во-первых, потому что, конечно же, она делается из текилы, а текила ведется нам через пару океанов на нашу, значит, большую землю. Текила – это напиток, который делается из голубой агавы. Мы в суперподробности сейчас вдаваться не будем, но вдадимся в одну большую подробность. Текила в моем мире, потому что я люблю смешивать напитки, но текилу в чистом виде вообще просто презираю, ненавижу. И туда же отправляется мискаль, и туда же отправляется сатол, и туда же отправляется рассилье. Вот это все как бы дымно-овощное, непонятное. Я, значит, не суперфанат этого всего. Мне такое дело не нравится. Ватчелло – оно норм. Вадейра. 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 Вадейра и бурбани. Вадейра – оно норм. Значит, текилу – оно не особо для меня лично норм. Но даже для меня не норм, я в ней стараюсь разбираться, стараюсь, значит, разбираться в матчасти. А матчасть, на мой взгляд, существует конкретно следующее. Есть, значит, агава. Агава – это алоэ, не кактус. Агава, значит, как растет? Как алоэ. Есть листики, есть пинья, шишечка, сердцевиночка, где что очень много, где очень много крахмала, правильно? И сахаров. И сахаров, конечно же. Где очень много крахмала и сахаров. Естественно, значит, ее там запекают для того, чтобы сахаров от них стало больше, потом ее там размалывают, у нее получается сок, потом, значит, сбраживают. И тут наступает очень важный момент. Дальше, значит, текилу дистиллируют. И существует глобально два вида текилы. Одна текила – подешевле, другая текила – подороже. На одной текиле написано просто «текила». На другой текиле написано «пюра 100% агава» или «деагава». Как пишут, пишут, как пишут. Значит, в чем глобальная разница? Глобальная разница в том, что здесь смешивают спирт-ректификат с дистиллятом из этой самой голубой агавы. А здесь просто с дистиллятом из этой самой голубой агавы. Правда, есть хитрость. Значит, еще есть всякие мискали, рассили и сотолы. Их выгоняют на древнемексиканских перегонных кубах. Загружают туда сусло. И еще там бывают разные методы нагрева. И, насколько я понимаю, мексиканцы практикуют методы нагрева, связанные с прямым огнем. И поэтому сусло там имеет свойство подгорать. И поэтому, значит, этот жженый аромат дымный передается в сам напиток. Да и у нас вообще, по-моему, была где-то тут эта райисилья. Ну, не ниже ее на полке. Может, куда-то ребята ее спрятали. Потому что просто уже, ну, невероятно, конских денег стало стоить. Короче, да. А, значит, есть стопроцентная голубая агава. Чуваки говорят, мы используем аламбик. Но мы-то с вами знаем, что существует, значит, аламбик, как перегонный куб. А существует колонна кофе, которая тоже вроде как аламбик. И тоже вроде как перегонный куб. И нифига не ректификационная колонна. Но, тем не менее, спирт может выдавать крепостью 80% содержания спирта на литр. А это значит что? А это значит, что глобально сильного вкуса, значит, там и аромата. Ну, вот такого бы, если бы мы где аламбиком, руками бы отделяли там хвосты и головы. Ну, конечно, нет. Но! Но! Существует вполне понятная категоризация. Текила микста. Это дистиллят 100% голубой агавы смешанной с ректификатом. И текила 100% голубая агава. И она разная. Она разная настолько, насколько это возможно. Понятно, что дистиллят смешанный с ректификатом, он будет менее ароматным, он будет менее цветочным, менее овощным, с меньшими какими-то оттенками фруктов. Но самое главное отличие, которое я вот всегда ощущаю в текиле подобного толка, это то, что... Для меня, короче, микст всегда кислит, пахнет зеленью, и она жесткая. Она такая, типа, которая делает вот так вот под нее. А вот 100% голубая агава... Ну, вообще, просто натурально другой напиток. И я не говорю о том, что что-то хуже, а что-то лучше. Потому что для меня точно лучше 100% голубая агава. А кому-то, типа, ок, микста. Это просто видос о том, что если, значит, вам кто-то будет говорить, что это одинаковые продукты, помните, что продукты эти разные. Вот. Ну, а дальше понятно, что есть репосады и аньеха. Репосада отдохнувшая, это от 6 месяцев выдержки аньеха, дай бог памяти, от 3 лет, да, если я не путаю. Выдерживают это все на акцизных складах, потом, значит, разливают и укупоривают вот такие вот дела. Такая текила, такая разность. Всем пока.